Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области в ежедневном режиме осуществляет мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары на территории Верхней Волжья. Как отмечают специалисты ведомства, в настоящее время наблюдается рост стоимости отдельных групп товаров. ФАС направляет запросы в торговые сети, чтобы разобраться в причинах такой динамики ценообразования. В своих ответах ритейлеры, как правило, жалуются на нестабильные закупочные цены и другие причины. Подробности в нашем следующем сюжете. О ситуации с ценами на продовольственные товары в Твери наш телеканал в последнее время рассказывает регулярно. Съемочная группа Тверского проспекта не один раз выезжала в рейды по крупным торговым точкам вместе с активистами организации «Народный контроль». Как показывали результаты этих проверок, в столице Верхней Волжья наблюдается заметный рост цен на отдельные виды продовольствия. Разумеется, в первую очередь в глаза бросается заметно увеличившаяся стоимость продуктов, которые используются в качестве профилактических средств от ОРВИ. Подорожало и многое другое, о чем свидетельствуют сами тверичане. На гречку повысилась цена, на курицу повысилась цена. Но как-то я особенно не отслеживала, но в общем-то цены повысились и на мясные продукты, и на крупы. На лимонный имбирь я не смотрю сейчас, потому что дорогие. Я бы знала, там вообще 900 рублей стоит имбирь. На все, на рубль, на два все дороже стало, а то и больше. На мясные, даже и на моющие. Ну на все буквально. На лимонный имбирь, обратите внимание. Я на их и смотреть не хочу. Там такие цены, что невозможно вообще их купить. Но то ли еще может быть, по мнению маркетологов и аналитиков-экономистов. Например, как пишет портал Лента.ру, из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен на 5, 10, а то и 20 процентов, в зависимости от категории товара. На 20 процентов вырастут цены на консервированную продукцию – кофе, чай и какао. Эти товары в основном привозные, и рост связан с курсом доллара. О том, что торговые точки повышения стоимости некоторых продовольственных товаров объясняют нестабильными закупочными ценами, говорят и в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Ведомсти подчеркивают, мониторинг цены социально значимой продовольственной товары на территории Верхней Волжи ведется в ежедневном режиме. И в случае, когда стоимость тех или иных товаров резко возрастает, надзорный орган направляет запросы в торговые сети, дабы разобраться в причинах положительной динамики ценообразования. Мы после получения всей информации от поставщиков этот анализ всеобъемлющий проведем. И если уже в действиях поставщиков, конечно, установим нарушения антимонопольного законодательства, признаков нарушения антимонопольного законодательства, то меры мы, конечно же, незамедлительно примем. Как поясняют в УФА, санкции в отношении недобросовестных поставщиков могут последовать самые разные. К примеру, хозяйствующий субъект в случае выявленных нарушений могут оштрафовать. Причем сумма штрафа для юридического лица варьируется от 300 тысяч до 15 процентов от суммы выручки от реализации того товара, в продаже которого было выявлено нарушение. Если речь идет об ответственности должностных лиц, поскольку кодекс предусматривает ответственность как тех, так и других, то это штраф в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, либо предусмотрено при наличии серьезного нарушения, возможной дисквалификации должностного лица. О том, повлечет ли за собой резкое повышение цен на отдельные товары какое-либо наказание для хозяйствующих субъектов, пока неизвестно. Но вполне может быть, что ФАС не найдет нарушений в действиях предпринимателей. Последние всегда могут оправдаться неспокойной эпидемиологической обстановкой, падением курса рубля, да мало ли чем еще. В этом случае крайними останутся потребители, которые будут вынуждены либо больше платить, либо меньше есть. Мы обязательно будем следить за развитием ситуации и, конечно, реагировать на ваши обращения о завышении цен в торговых сетях. Вы можете присылать ваши сообщения на электронный адрес newssobakatp.tv.ru или звонить нам по телефону 300 341.